Расплата за грехи молодости В 1993 году Заворотнюк окончила школу-студию МХАТ и поступила в Московский театр Олега Табакова, где служила до 2004 года. За 10 лет работы она сыграла почти в 30 спектаклях. Тогда же начал выходить сериал «Моя прекрасная няня», сделавший ее известной. В нем Заворотнюк сыграла главную роль няни Виктории Прутковской. Актриса после этого продолжила активно работать на телевидении, в том числе в качестве ведущей программы «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень», «Две звезды» и других. Всего она снялась в более чем в 30 фильмах и сериалах. Первым мужем Анастасии Заворотнюк был бизнесмен немецкого происхождения Олаф Шварцкопф. Он женился на начинающей актрисе по большой любви и очень хотел от нее ребенка. Но случился выкидыш. Олаф считает, что на самом деле это было прерывание, хотя так и не решился спросить об этом супругу. Но он пытается не связывать это трагическое событие со смертельной болезнью Заворотнюк, хотя все вокруг только об этом и говорят. «Мне очень жаль, что наш ребенок не выжил. Трудно было это пережить, тем более сделать прерывание, когда ребенок уже сформировавшийся. Это страшно. Я от многих слышал, что вот, мол, погиб ваш ребенок, в итоге она заболела, как расплата за грехи молодости», — говорил Шварцкопф в одном из шоу на федеральном канале. Зато он раскрыл другие негативные черты характера прекрасной няни. Говорил, что Настя буквально покорила его своей мнимой беззащитностью, но позже выяснилось, что она только казалась такой. Развились они буквально через год после свадьбы, после чего начали появляться публикации о якобы тяжелом характере Олафа и его домашней тирании. С этим их супруг категорически не согласен, считая, что буквально пылинки сдувал с красавицы жены. Продолжение следует...